Ежегодно 17 ноября в Республике Казахстан отмечают свой профессиональный праздник участковые инспектора полиции. В городе Актау на данный момент расположены 20 топорных пунктов. В них работают более 50 участковых. На ежедневной основе к ним обращаются множество граждан за помощью. Обращения эти в большинстве своем бытового характера. Муж извил жену, соседи сверху нарушают тишину в ночное время, сын в состоянии алкогольного опьянения не пустил мать домой. На любые происшествия и преступления первым всегда отправляется участковый. С одним из них мы решили провести сегодня несколько часов, чтобы узнать, из чего состоят рабочие будни, блюстители и порядка. Для этого мы отправились в один из опорных пунктов нашего города, который расположен во втором микрорайоне. Там уже около 10 лет работает участковым инспектором майор полиции Сабит Аймарат Улы. Участковые инспекторы работают по приказу 1095. 29.12.2015 года по подтверждению правил деятельности участковых инспекторов и их помощников в опорном пункте. Целью деятельности участкового инспектора является защита прав, свобод и законных интересов граждан, а также снижение уровня правонарушений на обслуживаемом административном участке, профилактика предупреждения, пресечения преступлений и административных правонарушений. С начала текущего года в рамках программы «Безопасный двор» в городе Актау ведется установка камер видеонаблюдения. Служат они для обеспечения безопасности граждан, для сохранности автомобилей, припаркованных во дворах, а также являются помощниками для сотрудников опорных пунктов милиции. Мы узнали, как работают данные видеокамеры, которые на этом участке охватывают почти весь микрорайон. На наших глазах, благодаря камерам видеонаблюдения, был задержан молодой человек. Он курил в общественном месте и выбросил окурок на землю, проявив неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок, тем самым совершив мелкое хулиганство. Благодаря незамедлительной реакции и действиям участкового правонарушитель был доставлен в опорный пункт полиции. Далее мы ознакомились с процедурой составления и заполнения протокола о правонарушении. Частыми гостями в опорном пункте являются и люди, распивающие спиртные напитки в неположенных местах, к примеру, на детских площадках или в подъездах жилых домов. При нас в опорный пункт доставили нескольких таких нарушителей в состоянии алкогольного опьянения. Помимо нахождения по несколько часов в день в опорном пункте для приема граждан, участковый инспектор совершает обход вере на ему территории и тесно взаимодействует с жителями своего микрорайона. Во втором микрорайоне, в котором мы находились, численность населения превышает более 7 тысяч человек. Многих из них участковый Сабит Аймара Тулы знает в лицо. Вместе мы отправились к нему на административный участок и попали в одну из квартир, жильцы которой, со слов соседей, устроили в ней приют для бездомных. Соседи жаловались на постоянный шум, исходящий из квартиры, также уверяли, что ее владельцы устроили там проходной двор. Сборище социально неблагополучных людей для совместного распития спиртных напитков. Дверь в данной квартире нам открыл мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Пройдя дальше, нас ждало зрелища не из приятных. На полу на матрасах лежали двое мужчин. Один из них был мертвецкий пьян и даже не среагировал на появление участкового. В квартире витал неприятный запах и, как утверждали соседи, имелись клопы и тараканы. Находиться более минуты в такой квартире невозможно. У мужчин, пребывавших в данной квартире, не оказалось при себе документов, удостоверяющих их личность. Участковый попросил их пройти с ним в опорный пункт для установления личности и выяснения, по какому праву они находятся в данной квартире. Мужчины покорно проследовали за участковым инспектором полиции. Часы, проведенные нами с участковым инспектором полиции, прошли относительно спокойно, без серьезных происшествий. Но так бывает не всегда. Иногда участковые сталкиваются и с тяжкими преступлениями. Как говорится, наша служба и опасна, и трудна. Первоначальник все равно как бы подходит к любому вызову. И в первую очередь, что ждет, что будет, не знаю, что слепо ведешь, чисто вот так. Работа есть работа, из-за этого люблю эту работу. Профессия участкового инспектора полиции является связующим звеном между правоохранительными органами и населениями. Находясь в тесном взаимодействии с другими подразделениями, участковые инспектора на ежедневной основе, не жалея сил, стоят на страже правопорядка. Редакция газеты «Тумба» поздравляет всех участковых инспекторов полиции с их профессиональным праздником. Пусть ваши рабочие будни будут безопасными. Здоровья, благополучия и всех благ. Наталья Фомина, Аманды Каманкулов. Специально для Тумба Кейзет.